Наркомания, нарушения ПДД и экстремизм. Этим темам посвящена работа межрегионального онлайн-фестиваля молодых блогеров, который проходит в Ингушетии. Его инициатор – Комитет по делам молодежи. Принять участие в нем может любой активный пользователь соцсетей. Для этого надо выложить на своей странице в Инстаграм фото или видеоматериал для освещения обозначенных проблем. Репортаж Даны Плеевой. Помнишь, Тимура, нашего анапаса? Когда помню, а что с ним? Да, его вчера в полицию отвезли или откачали. Наркомания, ПДД и экстремизм – три наиболее значимые проблемы в регионе. Чтобы сократить эти негативные проявления в обществе, запущен межрегиональный онлайн-фестиваль молодых блогеров. Принять в нем участие может любой желающий. От вас требуется в целом подготовить свой контент, абсолютно любого значения и качества, опубликовать его на своей странице. Страница должна быть обязательно открыта, чтобы мы могли увидеть нашу работу. Такие встречи с участниками конкурса организаторы в лице Коммолодежи проводят часто, попутно объясняя правила участия в фестивале. Суть проекта проста. Участники на своей странице в Инстаграм выкладывают фото, видео и другие материалы собственного сочинения под хэштегом «ФестСКФО». Кроме социальных роликов или фотографий, это может быть и статья на выбранную проблему. В них блогеры попытаются призвать таких же активных пользователей сети о пагубном влиянии наркомании, нарушении правил ПДД и экстремизма. С помощью ребят, на которых подписано много людей, с помощью ребят, на которых смотрят и пытаются им подражать, мы решили провести вот такую профилактическую работу. В целом мы планируем в течение месяца принимать социальные работы от этих пользователей. В экспертную комиссию нашего проекта входят как наркологи, как сотрудники ГИБДД и сотрудники Римитета по делам молодежи. Именно они будут выявлять самые эффективные и самые правильные социальные работы. Идеи для онлайн-контента могут быть самые разные. Воображение в подаче материала играет немаловажную роль. К примеру, Амина Гулиева решила подойти к теме видеоролика про наркоманию нестандартно. В ней проблема будет подана в виде своеобразного квеста. Я выбираю три команды, то есть они уже собрались, все. Я даю им задание. Это может проходить как в рамках определенного здания, так и, скорее всего, городской квест будет. Наркомания, она отбирает все, что есть дома и приспосабливает себе самые негативные и самые отрицательные эмоции. Человек начинает хотеть много-много-много и сразу. И он отдает всего себя, тем самым теряя самого себя. И, скорее всего, пройдя этот квест, человек задумается, а стоит ли мне это делать, стоит ли мне вообще брать этот негатив в себя. А вот Аза Баркинхоева постарается озвучить другую, не менее острую проблему – экстремизм в молодежной среде. В своей статье девушка намерена рассказать, что из себя представляет это опасное явление, и озвучить способы борьбы с ним. Есть идея создать профилактические мероприятия, беседы, создать беседу с нашей молодежью, и не одну, которая, мне кажется, все-таки сможет повлиять на их ценности, на их нравственные и духовные ценности и жизненные ориентиры. Чтобы они задумались, что стоит делать, что будет являться благом для них, не только для них, но и для всего народа. Фестиваль стартовал еще в 2020-м. Тогда он собрал порядка 60 блогеров из различных регионов СКФО. В этом году организаторы надеются на еще большее количество участников. Будет три победителя в трех номинациях, как я уже сказал, наркомания, экстремизм и нарушениях ПДД. Итог этого проекта заключается в том, что 6 августа мы собираем всех участников, всех, кто проявил инициативу и подал свою работу для участия в проекте. Мы собираем их в одной локации и там в такой неформальной обстановке будем выручать сертификаты. И там же будут на месте определены победители. Напомним, что проект онлайн-фестиваль дважды поддержан экспертной комиссией в грантовом конкурсе Росмолодежи. Его цель – озвучить негативные проявления в молодежной среде. Ведь чем больше подрастающее поколение будет проинформировано, тем осознаннее будет каждый шаг, чтобы потом не пришлось жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.